Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня мы начинаем серию видеороликов о том, как продвигать свой бизнес с помощью видео с нуля, а точнее подробнее о стратегии видеопосева. И конкретно в этом видео о том, как создать свое первое видео, что для этого требуются, какие шаги, какого жанра оно должно быть лучше, и о том, как его можно адаптировать под социальные сети и под рекламные площадки. Что такое видеопосев? Это распространение видеоролика через разные площадки интернета. Что нам нужно? Создать видеоролик, настроить аналитику, распространить его через разные площадки, посмотреть результат, сделать выводы и двигаться дальше уже в соответствии с этой ситуацией. А теперь подробно. Представим, что у вас нет видеороликов, ну или есть какие-то видео на сайте, но вы не знаете, смотрят ли их или приносят они вообще какой-то результат. Что нужно вначале? Это прописать ваши основные ключевые преимущества компании. Одна-две странички. Если вы делали сайт, если вы делали лендинг или рекламные материалы, наверняка вы занимались таким брендштормом. где пытались понять, какие ваши ключевые особенности. И отвечаете на вопросы, почему ваш товар, услуга в целом полезны клиенту, и ему надо обязательно их заказывать. Почему стоит обращаться и заказывать именно у вас. Почему стоит это делать прямо сейчас. И в принципе, почему вам, как компании, можно доверять. Когда вы прописываете ключевые преимущества, задумывайтесь над тем, как их визуализировать и что вы можете показать визуально, показывающую вашу компанию в плюсе. Например, у вас есть свое производство, цеха, может быть офис, может быть вы можете показать своих работников, экспертов. Может быть процесс оказания услуги, как это выглядит. Или как ваш товар доставляется и преподносится клиенту. Может быть, как этот товар собирается у клиента дома. Все, что вы можете показать визуально, сразу в отдельном столбике прописываете. Это поможет вам понять или сделать, например, техническое задание для того человека, который будет делать видеоролик. Если уж совсем нечего вам показать, а ваша услуга связана больше с интеллектуальным, то здесь можно нарисовать или прописать схему, каким образом эта услуга помогает достичь определенного результата клиенту. И здесь мы составляем такое техническое задание для инфографики, где визуально в качестве каких-то образов, а здесь уже надо будет их сочинять, мы передаем смысл, схему того ваших преимуществ, только выраженную не в реальном живом видео, а в виде схем анимированных в картинках. Но для этого вам нужно эти схемы максимально точно прописать, чтобы это было понятно тому, кто это будет реализовывать. Какой тип видео это может быть? Если совсем просто, то вы как владелец или представитель лица вашей компании может рассказать просто на камеру с красивой обстановкой, где работа, например, задний план на вас, может быть там обстановка офиса или производства, рассказывает, собственно, о вашей компании. Да, он может быть менее эффективный, но все равно это тоже хорошо для начала. Сделайте хоть, начните с этого. Или это может уже быть сюжет, прописанный сценарий с началой, концовкой, с сюжетом, что здесь мы показываем производство, здесь мы показываем наш офис, здесь показываем, как у нас перевозятся товары, здесь мы показываем то-то, то-то. И закадровый текст, что в этот момент, о чем мы рассказываем, с какими компаниями и партнерами мы работаем и так далее. Если вы не хотите снимать сами, но хотите сделать это бюджетно, то разбивайте отдельно на исполнителей. То есть сначала обращайтесь к фрилансеру-видеооператору, который приезжает, и вы рассказываете, что ему конкретно нужно снимать. Как раз понадобятся ваши прописанные ключевые преимущества и визуализация. Дальше вы обращаетесь к отдельному монтажеру, который уже это будет все монтировать. И после этого, может быть, к специалисту по графике, который сможет наложить титры и сделать более красивое, интересное оформление. Возможно, еще цветокоррекция. Это или сделает, возможно, сам монтажер иногда умеет, или тоже обратится к отдельному человеку. Все это, если немножечко разобраться, потратить на это 3-5-7 дней, то это можно сделать и самостоятельно. Вопрос в том, насколько это вам нужно. Также, если вы хотите, чтобы вы над сценарием поработали, на аутсорсинге, то все равно вам нужно в целом держать в голове, что вы хотите рассказать, понимать структуру продающего ролика в целом, и уже отдать ее на доработку, на развитие креатива, уже на аутсорсинг. А по структуре ролик в целом должен содержать вначале ту проблему, которую вы решаете, которую нужно обозначить. Также обозначить тех людей или те бизнесы компании, которые являются вашими потенциальными клиентами, чтобы они поняли, что это относится конкретно к ним. Собственно говоря, это сайт, оффер – это тоже отдельная тема, подробная. И в середине контент пошагово, желательно с какими-то пунктами, чтобы четко обозначать их, и, может быть, поддерживать титрами или инфографикой всплывающей, чтобы это запечатлялось и звуком, и визуально, и еще титрами. И в конце, то есть легко воспринималось, и в конце призыв к действию, то есть вы предлагаете что-то, как такой захват на сайте. Вы можете подписаться на рассылку, вы можете взять тестовый образец бесплатно, вы можете, ну, собственно говоря, это относится конкретно к вашему бизнесу. Если мы говорим о программе «Минимум», то достаточно сделать один ролик, который, в принципе, должен работать у нас на сайте с каким-то общим призывом в конце, и который можно продвигать через все наши площадки. Но все-таки лучше сразу этот видеоролик подогнать и сделать его варианты, которые будут адаптированы под разные площадки. Первый ролик – это продающий ролик на ваш сайт, на главную страницу. Его особенность в том, что он может быть длиннее, то есть от 60 до 120 секунд, потому что пользователь, который у вас уже на сайте, он уже как-то был заинтересован, возможно, в ваши услуги, и он может посмотреть вполне вот это время, уделить ему внимание. Также в конце этого ролика лучше сделать прям четко, может быть, инфографикой или скрином экрана, что, чтобы оставить заявку, вы переходите на эту форму, про видео показываете свою форму, надо вот сюда ввести тот и тот, нажать эту кнопочку. Прям четко, точно, какие действия нужно совершить, чтобы сделать этот данный шаг. Также нужен рекламный ролик на YouTube. Его главное отличие в том, что он должен быть очень коротким. Если мы будем делать видеопосев, использовать рекламу, индисплей или прероллы, ролик, в принципе, должен быть не более 30 секунд, а лучше даже меньше. На самом деле это предел, и вначале это очень страшно, как можно уместить преимущество в 30 секунд, но когда вы это сделаете, вы, кстати, сами поймете, что у вас главное. И призыв к действию тоже будет другой. Здесь мы уже призываем пользователя перейти на наш сайт сначала и потом уже оставить заявку. И стоит отметить, что в коротких роликах как раз еще более активно стоит использовать титры, инфографику, чтобы упаковывать смысл в наиболее короткое время. Видео для социальных сетей уже может быть продолжительностью до 60 секунд примерно. То есть больше, чем рекламный ролик, но меньше, чем видео на сайте. Также уже стоит использовать, может быть, больше титров, опять же, визуализация, чтобы все равно это достаточно коротко. Но при этом стоит учитывать, что звука в социальных сетях изначально нет. То есть видео включается автоматически, звука нет, и некоторые пользователи даже и без звука ролики смотрят. То есть считывание информации должно происходить даже без звука. Именно для этого и нужны дополнительные какие-то титры. И стоит добавить призыв «ключи звук». Это какая-то должна быть всплывашка или титр, или мигающий титр. Это надо уже пробовать, тестировать. Сделать хотя бы что-нибудь в начале. И добавить обязательно где-то, возможно, субтитры. Собственно, Facebook это позволяет спокойно сделать. Ну и видео для Instagram. Мы сейчас разбираем конкретно момент в рекламе в Stories, а там формат видео вертикальный для еще 15 секунд. Поэтому придется нарезать те кадры, которые хорошо впишутся в вертикальный формат, уложить это в 15 секунд. И также сделать призыв к действию, чтобы успели его и прочитать за короткий срок, и еще успеть дать какое-то основное или два ключевых преимущества. И, может быть, каким-то образом просто зацепить красивой картинкой внимание зрителя. Или необычностью, чтобы он все-таки щелкал внизу еще и посмотрел ваш сайт. Когда у нас есть видеоролик и его варианты, теперь нам остается продвигать видео, сеять его на различных площадках и сервисах. Какие это сервисы? Это YouTube, это социальные сети Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, а также сервисы специальные для видеопосева. Стоит заметить, что главное преимущество видео заключается как раз в том, что его можно использовать сразу на огромном количестве рекламных площадок и собирать с каждой какой-то даже минимальный бесплатный трафик. Чтобы удобнее было размещать сеть видео одновременно в разных социальных сетях, то можно использовать специальные сервисы, например, MyTarget. Сбор аудитории потенциальных клиентов, которым можно показывать видеоролики, можно осуществить с помощью специальных сервисов. Pepper Ninja, SementoTarget, CeribroTarget. Но это больше будет аудитория относиться к социальной сети ВКонтакте и, может быть, еще Instagram. В следующем видео мы расскажем о веб-аналитике для видеороликов. Чтобы не тратить бюджет впустую, надо понимать, какие объявления лучше работают, какие рекламные площадки. Для этого сначала нужно настроить аналитику у себя на сайте и на специальных инструментах. А мы расскажем о шести инструментах, которые вы можете использовать. А также о том, что можно отслеживать и что обязательно нужно. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу и будьте на виду.